На свалку выбросили лозунг нацистских концлагерей. А еще вчера вывеска на немецком красовалась на доме жителя поселка Западный. Arbeit macht frei, что означает труд делает свободным. Эта фраза была популярной у нацистов. Слова размещали на входе во многих концлагерях, в том числе в Освенциме. И вдруг они появились во дворе у соседа. Жители Западного это возмутило. Они сделали фото и выложили в соцсети. Что было дальше, расскажет Василий Цвентух. Это фото взорвало интернет. На изображении, казалось бы, обычный частный дом. Смущает только вывеска. На стене размещена скандальная надпись на немецком языке. Arbeit macht frei. В переводе на русский означает труд делает свободным. Это точная копия лозунга нацистской Германии времен Великой Отечественной войны. Именно она украшала ворота самых жестоких концлагерей Вермахта. Изобретена эта фраза была еще в конце 19 века. Немецким писателям националистических убеждений. А потом она была просто использована национал-социалистами, продолжавшими традицию Веймарской республики. Когда эта вывеска использовалась в различных акциях немецких ведомств, которые поддерживали общественные работы. Именно так выглядела надпись на воротах Освенцима. Также перевернутая буква в первом слове. И на протяжении нескольких недель эта вывеска украшала один из домов поселка Западный. Как будто специально повесили в преддверии 22 июня, когда по всей стране проходит День памяти и скорби. После публикации снимков в дом нагрянули полицейские. Их встретили строители коттеджа. Однако скандальные вывески правоохранители уже не нашли. Хозяин велел ее снять. Он мотивирует это тем, что она и раньше висела у него. То есть это не связано с 22 июня. И никому она не мешала. И никакого мысла, естественно, на разжигание розни или на какой-то социальный взрыв у него не было. Просто, скажем, как раз он мотивирует тем, что в память о погибших евреях он разместил такую надпись у себя над домом. Связаться с хозяином дома нам не удалось. На стук ворота никто не отвечал. Через пару минут, вероятно, подумав, что мы уехали, из дома попытался выйти рабочий. Но разговаривать с нами отказался. Заявил, ничего не знаю, только что приехал из командировки. Извините, я не хочу ничего. Не надо мне в этом фото. Увидев это скандальное фото, Игорь Царьков вспоминает свое детство. Воспоминания нерадужные. Во времена войны он попал в немецкий концлагерь. Тогда ему было всего 13 лет. Но все равно приходилось работать в рабских условиях. Если кто-то из узников болел, его даже не пытались лечить. Практически любая хворь являлась для заключенных смертельной. В то время надпись над воротами «Труд делает свободным» имела совсем иной смысл. Вот эта надпись, которая непосредственно была при входе в концлагеря, означала, что человек туда заходит, лучше работает, но он работает на износ и на умерщвление. То есть уже никакого будущего у этого человека не было. Официально такая надпись не запрещена. Поэтому предъявить мужчине нечего. Однако правоохранители все равно вынесут предписание с просьбой не повторять подобного. И проверят, выбросил ли владелец дома табличку на свалку. Василий Цвентух, Артем Большаков, ОТВ.